Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня я хотел бы поговорить с вами об одной недавно прочитанной мною вещи, а именно рассказ Ивана Бунина «Богиня разума». Но прежде чем мы поговорим об этой небольшой вещице, я некую преамбулу скажу, потому что вещица эта посвящена событиям 1793 года. Это один из витков французской буржуазной революции. А это событие сыграло огромную роль в истории мира и, к сожалению, в несчастной истории нашей несчастной страны. До тех пор, как у нас разразилась эта чума под названием «революция», которая пронеслась таким заразным смерчем по нашей стране, разрушая храмы, обещая будущее счастья, примерно такое же произошло во Франции. До сегодняшнего дня, кстати, гимном Франции является Марсельеза, та самая, которая была гимном из Советской Юной Республики. Песенки французские «На манер кишкой последнего царя, последнего попа за душем» – это песенки, очень любимые нашей интеллигенции, переводимые с французского на русский, да и многие революционеры, упражнявшиеся в поэзии, были образцом для наших стихотворцев тоже. Это была эволюция классическая со всеми интуициями, которые потом повторились в революции советской, социалистической и октябрьской. Революция – это дело мерзкое, безусловно. Это всегда, как говорят, выдумывается гениями, осуществляется негодяями, и потом плодами этого пользуются шарлатаны. Точно так же было и там. Было уничтожение церкви, осмеяние веры, убийство священников, дикое преследование священников и дворянство. Все, что было с намеком на белую кость и голубую кровь, истребилось безжалостно. Французы в этом смысле были такие же дикие, как и славяне. Хотя мы считаем, что якобы нам у них нужно учиться к культуре. Там было все точно так же дешево, дико и сердито. И вот одним из таких ярких событий, этих всех страшных вещей, кстати говоря, революционеры русские изучали по часам и по минутам французскую буржуазную революцию, взятие Бастилии, эти все разбирательства в парламенте между Жерондой и другими, террор этот весь коммунистический, убийство своих своими. Все это было ими очень хорошо изучено. Допустим, князь Кропоткин, теоретик анархизма, очень детально изучал французскую революцию. Ленин тоже этим занимался. Они брали уроки оттуда из тех кошмарных лет. Так вот, одним из сюжетов этого всего, такого процесса, этого революционного, было о смеянии религии. В частности, у них же поменяли календарь. Они дали новые месяца, имена не месяцам. Там были брюмеры, термидоры и так далее. Новые дни недели дали. Семидневную неделю библейскую заменили на декады десятидневные. Так что месяц имел три декады по десять дней. То есть была предпринята такая попытка полного радикального изменения существующего порядка, что потом откатилось обратно и ушло в историю. Так вот, в соборе парижской богоматери, в том самом, который впоследствии Гегуа пишет в своем бессмертном романе, давали представление, в котором в храме развенчанного бога, упраздненного бога, а бог был запрещен декретом, кстати, французских революционеров, поклонялись новому божеству. Новое божество называли богиней свободы. И роль этого божества играла девушка Тереза Обри. Ей поклонялись как воплощенному разуму, который дарит нам свободу. Это, согласно Робеспировскому декрету, являлось теперь новой религией, поскольку французы, революционеры, решили теперь избавиться от богов и поклоняться чистому разуму, который приносит нам свободу. И вот, будучи в Париже, во время своих скитаний, после революции нашей, Иван Бунин, до глубины души и страдавшийся от ужасов, которые видели его глаза во время русской революции, путешествует по Франции и вспоминает революцию французскую. И, в частности, он в Париже ищет могилу этой самой Анжелики Обри. Он пришел на Монмартовское кладбище с тем, чтобы найти ее могилу, потому что недавно до того он почитал о ее судьбе. Судьба у нее была ужасна. Женщина, игравшую богиню разума, к которой простирали руки, кланяли сей землю, называли ее чудом природы и воплощенным божеством, жила в нищете и умерла в нищете, сильно покалечившись, упавшись с возвышения на время одного из представлений спектакля. И безвестная погребена, никто о ней и не знает. Он пришел на кладбище и попытался спросить, где здесь могила той, которая играла когда-то богиню разума в соборе Парижской Богоматери. Его спросили, она ваша родственница? Он говорит, нет. А когда она погребена? Говорит, в январе 1829 года. Служитель на нее выпучил глаза, говорит, вы с ума сошли, вы смеетесь, разве можем мы знать могилы всех людей, которые их похоронили сто лет тому назад? Желаете, я покажу вам могилу Золя. Мы показали могилу Золя. Кстати, писатель пишет, что ни одного религиозного символа, ни одного знака, безобразно громадная глыба красного гранита, на которой нет ни одного слова и священного писания, ни намека на крест или что-нибудь религиозное, и памятник писателю. Могила тягостная и некрасивая. А рядышком, возле Золя, как раз он нашел эту богиню разума. Тереза Анжелика Абри. И дальше Бунин пишет следующее. Революция совпала с апогеем ее красоты и молодости. Казалось бы, что же ей? Молоденькой фигурантке, да еще дочери ремесленника революции. Это радость. Это открывается дверь в новое будущее. Дальше Бунин, как прекрасный художник, замечает одну глубочайшую вещь. Разрушает старую жизнь, говорит он, во время революции. Не презрение народа к старой жизни. То есть не ненависть к этим усадьбам, к барской жизни, к роскоши и так далее. Не презрение к ней, а острая зависть этой жизни. Жажда этой жизни. Из мщения, из мелких чувств, из жажды иметь то, чего ты не имеешь, разрушают старую жизнь революционеры. А у Абри, говорит он, у Анжелики даже зависти не было. Ей нужны были только рукоплескания. Природа дарила ее красивейшей внешностью и очень тонким голосочком при хорошем музыкальном слухе. Она играла на парижской сцене различные античные образы. То Диану-охотницу, то Афину-палладу, рождающуюся с головы Зевса, то кого-нибудь еще подобного. Вот поэтому, собственно, ей и поручили играть эту кощунственную роль. Там, кажется, даже чуть ли не на престол ее сажали в храме Божий, который опустошили и осквернили. А что же Бог и церковь? Может быть, она была равнодушна к религии? Может быть, все-таки не могло же не потрясать ее то, что делалось в те дни в стране? Вся вдруг начавшаяся по всей стране бешеная зверская охота за священниками, грабеж и осквернение церквей, и, как венец всего, упразднение Бога по комиссарским декретам и переименование собора Парижской Богоматери в храм разума. А ей надо было играть в этом деле самую главную роль. Кстати, когда процессия, замечает Бунин, шла в храм, чтобы там петь, плясать и поклоняться новой богине, сзади на высоком шесте несли облачение парижского архиепископа, которое на вешалке качалось от грустной стороны в сторону для полного подтверждения торжества новой жизни, над жизнью старой. Как это все похоже на то, что мы видим на хронике 17-18 года. Не правда ли? И вот, найдя эту могилу, Бунин стоит над могилой, а он вообще был таким писателем, любившим могильные размышления, такие размышления на кладбище, размышления в тени деревьев, осеняющих старые гробы. И он спрашивает, где же теперь эта богиня разума, и что с ней теперь, и где она? В раю ли, в аду ли? Рядом с ней была похоронена ее дочка, пережившая на три месяца свою мать. Он думает о том, как кости ровно лежат, как теперь с песком смешались ее бывшие красивыми коньяками до глаза, такой в духе персидской поэзии. А заканчивать рассказ очень интересно. И что же осталось от нее, и что есть? Осталось от человека, говорит он, лучшие страницы лучших книг, предания о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах. Остались чудесные песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы, райские дивные цветные стекла витражей, органные громы и жалобы, диез и иры, и смертью и смерть поправ. Остался тот, во веки пребудет, имеется в виду Господь, кто с креста любви и страдания простирает своим убийцам объятия, и осталась Божья Матерь, единая богиня богинь, ее же благословенному царству не будет конца. Проходит слава мира сего, люди, которые думали, что Бога ухватили за бороду, становятся прахом, ложатся в гроб. Господь торжествует над всем этим, и царствию не будет конца. Такова последняя нота этого рассказа. Будем считать, что мы с вами сегодня пообщались на тему одного короткого рассказа, прикоснулись к классической литературе. Ее стоит читать, братья и сестры. Пусть жизнь бежит и убыстряет свой темп, пусть люди разучаются писать письма и пишут только СМСки. Нам надо читать хорошую литературу, нужно зреть и расти в тишине с хорошей книгой. Как недавно, заканчивая уже последним словом, недавно посмотрел я по телевизору видеозапись беседы с Дмитрием Лихачевым недолго до его смерти, где он говорит, что человеку нужно творческое одиночество с книгой в руке. Иначе без этого личность расти не может. Вот мы сегодня с вами в таком мнимом одиночестве с книгой в руке попытались немножко подрасти. До свидания. До скорой встречи. Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова